всех приветствую дорогие зрители канала герчик и коз с вами виктория сипчук тема данного видео будет как не слить свой депозит расскажу в свои моменты с как это было на моей практике потому что депозиты я сливала и не один достаточно много и суммы были разные я объясню вам причину все-таки основные какие преследуют трейдера почему он продолжает сливать на протяжении долгого времени не может прийти к этому общему знаменателю да то есть каким-то определенным пунктом который он должен соблюдать чтобы не слить депозит давайте начнем с того что во первых чтобы ваш депозит был сохранности вы должны быть уверены в своей торговой системе это очень важно это раз во вторых и должны быть уверены в своей статистике то есть ваша торговая система вам должна приносить прибыль какую-никакую прибыль в месяц да или там не знаю определенный промежуток времени какую-то часть прибыли там 20 процентов 30 процентов 10 процентов да смотря какой конечно же у вас депозит и если вы депозит разгоняете там конечно процентаж уже идет другой но суть в чем вы должны быть уверены в том что ваша торговля в принципе ваши сценарии ваши заходы ваш анализ рынка торговых инструментов ваш подход торговлю вам принципе приносит доход даже если вы совершаете убытки вы а вы совершаете убытки они ни не должны эти убытки они не должны перекрывать прибыль да наоборот прибыль даже прикрывать убытки то что принципе убытки это нормально Notes они есть у меня я Я их также получаю, и это нормально. То есть я к ним нормально отношусь, когда я получаю какую-то серию, какую-то серию быточных делок. Я просто понимаю, что с рынком что-то не то. Я не буду лезть, я лучше подожду. И там на следующий день, возможно, через пару дней, или вообще на следующей неделе я буду уже принимать решение и заходить по тем картинкам, которые работают. Картинки работают всегда, на самом деле. Вам кажется, что они не работают в один прекрасный момент? На самом деле это не так. Если они ранее работали на протяжении долгого времени, есть закономерности определенные, есть фазы рынка, просто не та фаза. Не то время. То есть приходит то время эта фаза, ваша задача это ждать и, в принципе, заходить уверенно и безопасно в ту картинку, которую вы уже точно знаете. Далее идем. Сумма депозита. Первое. Сумма депозита и объемы в сделке. Когда вы уверены, что ваша статистика в месяц, допустим, она прибыльная, вы поторговали какое-то время на демо счете или вы поторговали какое-то время на каком-то маленьком депозите, и вы примерно уже понимаете, какая прибыль у вас уходит. Вообще, что у вас получается, в принципе, в сумме, в общем, да, там всех 100 сделок, допустим, вы сделали 100 сделок в месяц, и что у вас из этого уходит там. Я всегда говорю, 3 месяца это минимум, да, то есть вы 3 месяца это минимум должны поторговать на статистику, потому что фазы рынка как раз меняются, чтобы вы успели побывать, так сказать, в каждой фазе рынка, и в новостной, и в технической какой-то зараженной зоне и так далее. Достаточно фаз много, и вы должны понимать, да, то есть вы должны будете в процессе понять, да, все-таки, как вы себя ведете, да, как вы реагируете на определенное поведение цены и так далее. Поэтому статистика, ваша торговая рабочая система. Это раз момент. То есть к чему я говорю, да, чтобы ваш депозит сохранить, давайте мы сегодня будем говорить о депозите, о таком достаточно хорошем, вот который вы хотите открыть, с которого вы хотите, в принципе, начать свою карьеру, начать, уже хотите начать зарабатывать, да, более-менее такую хорошую сумму, которую вы, в принципе, ну, понятно, в зависимости от возможностей, да, у каждого человека свои приоритеты, свои возможности, ну, скажем так, да, депозит там не 10 долларов, не 20 долларов, да, это 10-20, это все-таки какие-то учебные счета, а уже более-менее такой крупный депозит. Я всегда говорю, если вы торгуете Форекс от 1000, то есть я могу сказать 500 долларов, начинайте с 500 долларов, я могу сказать, начинайте со 100 долларов, но таких людей на самом деле, во-первых, чтобы начинать даже с тех же 100 долларов, да, то есть с такой маленькой суммы, нужно быть уверенным в своем торговой системе, вы должны четко, правильно заходить, уметь ждать, уметь забирать прибыль с рынка, и очень-очень много нюансов. Когда вы вообще еще ничего не умеете, я не рекомендую начинать со 100 долларов. Со 100 долларов вы только можете учиться, но начинать карьеру, если вы уже уверены, все-таки, все-таки, да, быть более психологически спокойным, чтобы хоть какую-то прибыль вас врадовала, да, вот эта вот сумма, там не 5 центов вы получили, грубо говоря, не 5 долларов, да, а получили, ну, 30 долларов, уже радуются, да, глаз, то есть когда, ну, психологически, я сейчас говорю просто о себе, когда я начинала разгонять счета, там, и с 50 долларов, и со 100 долларов, это на самом деле тяжеловато, конечно, ну, потому что ты всегда, у тебя всегда есть соблазн превысить объем, потому что, ну, хочется поскорее разогнать счет, как бы это все очень тянется, поэтому не для каждого, скажем так, вот разгоны счетов от маленьких сумм не для каждого, то есть не каждый будет готов именно к такой нагрузке, потому что это очень сильно идет нагрузка, и вам всегда хочется вот что-то сделать по-своему, всегда хочется превысить объем. Далее говорим, да, вот первый пункт, сумма депозита и объемы в сделке. Вот вы открыли, допустим, счет на 1000 долларов, да, как вот этот счет, как этот счет сохранить? Во-первых, объемы в сделке вы должны себе прописать. У меня в системе, например, написано, да, то есть тем более в системе про разгон, у меня также есть пункты в своей торговой системе, пункты про разгон вообще, потому что я также и сейчас даже, я нахожусь на той стадии, что я продолжаю разгонять свой счет, хотя уже прошел год, пошел второй год, как я зарабатываю, но у меня был такой промежуток очень сложный, был момент, когда был кризис в рынке, я буквально там месяца 3-4 в таком шатком состоянии была, я меняла свою торговую систему, потому что рынок очень сильно достаточно поменялся в последние два года, поэтому, может, так сказать, я также нахожусь на стадии разгона. Поэтому, чтобы разгонять счет, особенно очень хорошо помогают сделки там с перезаходом, да, вот, например, потеряли на какой-то сделке, у вас получился один убыток, второй там убыток, третий убыток, да, с тем же самым сценарием, и тут на следующий день вы заходите, и вы берете точно вот эту 100% прибыль. Я иногда бывало, что я превышала объем именно на перезаходах, но на самом деле это помогало тем, что, потому что вы уже будете точно уверены, что там всех повыкидывало, в том числе и вас, все уже получили стопы, и инструмент спокойно пойдет в ваше направление, то есть вот эта борьба на уровне, она закончилась, потому что я люблю очень вот эту борьбу на уровне, я очень люблю заходить после ложных пробоев, это моя стратегия. Вернемся, да, первый пункт. Сумма депозита, объемы сделки. Объемы сделки вы должны себе, соответственно, да, вы себе должны просто прописать. Вот, например, я получаю, вот 1000 долларов у меня депозит, я, например, получу там 10 убытков за день. Что будет? Что будет с моим депозитом? То есть у вас должны быть убытки такие, либо отталкиваетесь от лимита, да, либо вы отталкиваетесь от позволительного, так сказать, числа сделан, да, убыточных. То есть если вы, например, поставили себе лимит там 5 убытков на день, все, вот у вас 10 долларов, например, риск, вот 50 долларов вы потеряли, все, вы не заходите. Честно, я не особо люблю вот эти вот я не захожу. Почему? Потому что рынок, он живой. Вот с утра вам не дали заработать, вы перезашли там 3 раза, к вечеру совсем другой рынок идет, акции хорошо идут, вы там можете пару сделок открыть, и эти пару сделок вам перекроют те 5 убытков, которые вы получили с утра. Поэтому вот эти лимиты и ограничения, я их не особо люблю, потому что я очень люблю общаться с рынком. То есть я люблю подстраиваться под ним в разные периоды времени, я очень хорошо понимаю разные рынки, и крипту, я торгую акции, и форекс. То есть преимущество ваше в том, что если вы торгуете несколько рынков подряд, это большой вам плюс. Это большой вам плюс именно для вашего депозита. Потому что вы потеряли, например, на форексе, ну на форексе сегодня нет захода, по мажорам, там вообще в принципе, вам не дают зайти по сделкам, а вы пытаетесь там что-то выискивать, это все безуспешно, и вы опять получаете убыток. Поэтому моя рекомендация вам, если вы хотите максимально сказать, так быстро разогнать счет, так побыстрее, чтобы это все дело пошло, я вам рекомендую все-таки подключать различные рынки. Поэтому с объемом вы должны себе определить, какой объем вы, в первую очередь, вы отталкиваетесь от риска. Несколько вы там заработаете от этого объема, сколько вы потеряете. Вот когда вы себе это все пропишите, тогда, тогда вам будет уже легче к психологическим. И вы должны учесть, ладно, вы получили, допустим, 10 убытков в день, вы их получили, вы потеряли там 10 долларов, да, у вас на сделку 100 долларов вы потеряли, при депозите 1100 долларов, допустим. Но не будет же так каждый день. Опять же, все зависит, возвращаемся, все зависит от вашей торговой системы. Вот, например, у меня, я свою торговую систему знаю от и до. Я знаю, что она мне принесет прибыль, там, через пару дней, да, я сегодня ушла в минус, там, завтра я уйду в минус. Но на следующей неделе, и вся неделя, она будет очень хорошей, и она мне перекроет те убытки. То есть, у меня работает это так. Вы должны, если свою торговую систему сделать так, что какие-то картинки сегодня не работают. Почему? Ну, фаза такая, рынок, новость, что-то динамика не та, что-то к уровням подходим, там, или конец месяца, например, очень часто бывает, или, наоборот, начало месяца, или подошли к какому-то сильному уровню, или зашли в какую-то зараженную зону, и очень много всяких нюансов. Вы должны это все просмотреть. Опять же, вы должны, когда это все просмотреть, когда вы учитесь, когда вы пишетесь с торговцем, вы должны готовы быть ко всему, это все так говорит. То есть, вас вообще ничего не должно пугать. Даже если рынок попал в какую-то фазу, вот, кризисную, как недавно, да, вот, рынок поменялся, вы должны себе сдать немножечко отдых, вот как я себе дала отдых, я на месяц только там начала, я месяц, наверное, вообще не торговала, потому что я пыталась забраться вообще, что с рынком происходит, что за катаклизм, вообще, что происходит, как дальше торговать. Поэтому, объемы сделки обязательно. Второе, лимит на день и на перезаходы, да, я только что об этом сказала. Вы либо пишете себе лимит на день, но опять же, вы себе пишете, вы должны это соблюдать. Я тоже могу написать много чего. Я могу написать в текстовом виде, я могу написать на стенку по весь себе, но если я это соблюдать не буду, смысла нет от того, что вы себе пишете. Это самая главная проблема трейдера, что руки не дружат с головой, то есть вы себе написали, но вы это не делаете. То есть, от вас зависит на самом деле, да, как не стоит свой депозит, наша сегодняшняя тема зависит от вас. Но, я с вами это проговорю те пункты, которые вам помогут, да, и опять же, я их проговорю, ваша задача это как бы принять, да, эту информацию, ее переработать, да, и все-таки выполнить, так сказать, да, то есть, не делать так, что, а вот там повезет, рынок сегодня вот такой, вот завтра я заработаю. Вообще нет такого, вообще слов нет таких, повезет, там, 100%, вот даже я, если говорю сейчас с перезаходом, я не могу сказать 100%, но 90% я могу сказать, я не могу сказать 100%, вы не знаете вообще, что с рынком будет. Поэтому вы всегда должны быть к этому самому, убытку, да, далее идем. Третье, риск менеджмент, что значит риск менеджмент, опять же, к убыткам возвращаемся, это объемы, это лимит, если вы ставите риск на день, вы, значит, ставите риск на день, если вы ставите риск на сделку, значит, вы ставите риск на сделку, честно, моя рекомендация, ставить риск на сделку, мне так удобнее и проще, я могу это просчитать, потому что риск на день, он непонятен, потому что риск на сделку так же, например, в одной сделке вы потеряли 20 пунктов, в другой потеряли 50 пунктов, но у вас цифра должна быть одинаковая. Если вы эти цифры не соблюдаете, вы, в принципе, риск на день, вы можете из пяти сделок получить 100 долларов, точнее, минус 100 долларов, или вы можете получить из двух сделок 100 долларов минус. Я имею в виду, когда вы ставите себе риск на день, вы можете и на одной сделке 100 долларов потерять, понимаете? Или вы себе даете шанс зайти еще по каким-то другим инструментам, чтобы отбить убыток. Поэтому моя рекомендация – ставить все-таки риск на сделку. Далее, разбор тейк-профита. В чем самая вообще главная проблема? Особенно, когда идет слив депозит. А вообще, почему сливается депозит? По крайней мере, у меня это очень частое явление. И когда я ранее разгоняла счета, я разгоняю счет. Причем это, когда делается все быстро, так же быстро сливается. То есть, неумение, неблагодарность к рынку, неумение забирать прибыль. У вас в системе написано, вы забираете от определенного сценария, технической картинки, вот столько. Вы почему-то тейк ставите вот такой. В итоге инструмент проходит вот столько, как у вас записано в системе. Вы сделку не закрываете, что-то ждете, каких-то чудес. Не ставите без убыток. Я всегда говорю, ставьте без убыток. Всегда говорю студентам своим, всегда говорю здесь, в эфирах, в обзорах. Ставьте без убыток. Я за без убыток. Тем более, вот такой рынок волатильный. Даже если вы там заберете каких-то там 10%, но это все равно лучше, чем убыток. То есть, когда инструмент даст перезаход, он вам даст перезаход. Вы от этого никуда не денетесь. Вы это увидите, что вам дадут перезаход, что инструмент не ломает картинку. Что он там импульсом просто задел ваш стоп и все. И вы дальше можете опять перезаходить в этот же сценарий. Поэтому, тейк профиты. Вы себе должны прописать, в каком сценарии вы конкретно забираете. Вы ставите без убыток, если инструмента проходит определенное количество пунктов. Опять же, это же все зависит от торговой системы. Самое главное по депозиту вообще, в принципе, по торговлю. Когда вы заходите в рынок, тем более с огромным счетом. Вы должны быть уверены, что ваша торговая система работает. И только тогда вот эти все психологические пункты с забиранием прибыли, с соблюдением рисков. Только тогда это будет работать, когда работает ваша торговая система. Если вы ничего не понимаете, если у вас постоянно убытки, вы заходите везде, все подряд, несистемно, какие-то уровни, все время их двигаете, что-то вообще не хаосное, что-то делаете. Никакие пункты вам эти не помогут. Никакие. Пока вы не разберетесь со своей базой понимания рынка, никакие пункты по сохранению депозита, к сожалению, не помогут. Вам надо сначала научиться торговать и только потом соблюдать данные рекомендации. Далее, пятая отсрочка. До лучших дней терпения и умения ждать. Вот, например, да. Вот по форуму сюда, вот даже недавно, вот в ближайшие дни. У меня прошлая неделя была отлично, хорошая, я вышла в плюс. Эта неделя у меня, в начальной неделе было неплохо, под конец пошел минус. Ну, то есть я получила там два безубытка, что-то там два убытка, допустим. Я этому особо, ну, не расстраиваюсь. Получила и получила. Я вижу, что с рынком что-то не то. Что-то он как-то вот ходит, как-то вот уровень пилит и не туда, и не сюда. То есть рынок, он как бы не дает и не сюда сходить, и не в продаже, не в покупке, вообще ничего не дает сделать. Что надо делать? Успокоиться, выдохнуть. Рынок такой сегодня. Все. Там, сказать, закрытие недели, да, пятница. Все, надо успокоиться. Рынок ничего сегодня не даст. Если не форум, переходите на крипту. Там, крипта выходные торгуется. Если не крипта, смотрите акции, там, какие-то интересные акции. Тем более, которые не ходят там за этими глобальными индексами, там, за 7500 и так далее. Вот и все, да. Поэтому, опять же, это преимущество, когда вы торгуете в нескольких рынках. И тогда ваш депозит, типольно депозит сливается с того, что человек переторговывает. Еще момент, да. Вот вы не видите точки, вы начнете заходить, заходить, что-то начинаете ловить. Вы сливаете. Вы сливаете на эмоциях. У вас должно быть не так много сценариев в вашей торговости. Два, три, четыре, там, пять максимум. Все. Вы не должны лезть во все подряд. Это ваша главная проблема. Рынок даст заработать всегда. Всегда он даст заработать. Вы можете зайти не сегодня, не завтра. В понедельник, во вторник вы зайдете, вы заработаете. Вам дадут эту картинку. Вот и все. Умейте ждать, и ваш депозит, все с ним будет хорошо. Когда вы не будете превышать лимит перезаходов, не превышать чересчур объемы. Иногда я позволяю себе превысить объем, когда идут перезаходы. Допустим, я вижу, что у меня уровень первого часа совпадает на перезаходе. Или какая-то выходит новость. Особенно после новости я вижу, что у меня фундаментал совпадает с техникой. То есть, когда очень такие хорошие моменты. Я могу, например, зайти не 0,10 объема, но поставить себе 0,15. Так и быть. То есть, опять же, я себе также объем иногда повышаю при разгоне. Но я делаю это так, даже если я получу убыток, в таком сильной просадке у меня не будет. То есть, вот эту просадку вы тоже должны отслеживать. Это вам покажет ваша статистика до открытия депозитов. Все-таки, да, вы будете понимать, в чем проблема, да, вот этой вот просадки. Просадки вот эти все, это превышение чересчур, это нагрузка на счет. Да, опять же, зависит от вашего кредитного плеча. Не нужно ставить огромные плечи. 1 к 100 достаточно, даже можно и меньше, да, 1 к 100, мне 1 к 100 всегда стоит. 1 к 500, 1 к 1000, понимаете, вам брокер больше дает открыть. Соответственно, соблазн открыть больше, открыть больший объем, нагрузить счет. Наймалейшее какое-то направление не в вашу сторону, вы счет сливаете. То есть, из-за чего счет сливаете? Не из-за того, что вы рынок там не поняли, или направление вы неправильно поняли, или вы так сделали домашнее задание, или проанализировали рынок. Нет, вы сделали все правильно. Вы просто от жадности по глупости слили свой депозит. Вот и все. На самом деле, вот я вам скажу честно, если вы будете разгонять счет, даже взять от 500 долларов, 1 месяц, 2, 3, через 3 месяца вы уже примерно будете какую-то, ну, более-менее сумму получать в месяц. Опять же, кто сколько хочет получать? Если человек хочет вложить 500 долларов на депозит, и через 3 месяца он хочет получить миллион рублей, скажем так, даже на рубли, ну, не нужно на это уповать, на самом деле. Не нужно себе ставить какие-то вот такие вот цели. Я себе цели ставила такие. Допустим, я работала на работе, да, на обычной работе, я получала зарплату 35 тысяч рублей. Я себе сказала, я уйду в трейдинг, если я даже буду получать меньше, или я буду получать столько же, или я буду получать меньше, мне не важно. Я буду получать 20 тысяч, 25. Я согласна на это. Я столько и получала на первое время, когда я разгоняла счет. И ничего, потому что я понимала, трейдинг я люблю. Я действительно очень люблю. То есть я работаю сама на себя. То есть я могу себе ставить график, режим, как мне нужно, да, как мне нужно работать. Я сама собой управляю. Я сама управляю своими бингами. Я на это как бы подписала. Вот и все. Поэтому мне как бы легче я к трейдингу уже с такими розовыми очками я не смотрю на это дело абсолютно. У меня розовые очки давно разбились. Поэтому я согласна на то, что мне рынок дает. Я это забираю и дальше спокойно живу. Цель у меня также есть. Разогнать. Дойти до определенных цифр, до определенного депозита, до определенной прибыли. Это все, конечно, у меня также есть. Также у меня это все в планах. Поэтому сохранить депозит это очень важно. Потому что в чем суть, да? Вы переторговываете, рынок всегда вам даст заработать. Вы сегодня нагружаете счет. Зачем? Сегодня. Вам сейчас всю же секунду надо. Не надо. Месяц, два, три. Дайте себе месяц, два, три. Вот так вот. Вот примерно промежуток. Вот что за статистики вы три месяца берете? Что вы берете для разгона депозитов? Дайте один, два, три месяца. Результаты будут. Но опять же не от 10 долларов, да? Там от 500 меню хотя бы. И тем более, если вы психологически устойчивый и такой холодный, достаточно эмоционально холодный именно к такой торговле, к трейдингу, да, к убыткам, чтобы вас это особо не накрывало. И последнее преимущество, да, шестое. Преимущество торговать несколько рынков сразу. Это я уже говорила в самом начале. Когда вы торгуете несколько рынков сразу, это ваше преимущество. Где-то нету точек входа, где-то нету ничего, да, никакой хорошей положительной динамики. И вы можете перейти на другой рынок. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо те, кто посмотрел этот ролик. Если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк. Это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчако, кто еще не подписан. Да, чтобы не пропускать следующие видео. Всем успешного обучения. Всем успешной торговли. Соблюдайте данные пункты, и ваш депозит будет в сохранности. Запомните, рынок всегда даст заработать. Ни сегодня, ни завтра, так там несколько дней продождите. И обязательно вашу картинку нарисую. Умейте ждать. Всем спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok